Привет, с вами Скауски, и это видео, в котором я расскажу про 5 самых основных инструментов, которые нужны каждому человеку, который начал свою работу с биткоином и в целом с криптовалютами. Потому что прямо сейчас в том случае, если вы впервые в жизни, например, слышите слово биткоин, или когда-то этим уже занимались, но сейчас уже все забыли, а тут вдруг внезапно курс резко взлетела, и вы начали жалеть о том, что вы не были в тему погружены настолько же сильно, насколько были погружены люди, которые прямо сейчас дико разбогатели. Или что ж, это видео для вас, в этом видео вы узнаете о том, вот без чего прям никак нельзя обойтись. Но сперва реклама. Биткоин растет, совсем недавно он в очередной раз обновил свой исторический ценовой рекорд, и все больше и больше людей сегодня хотят стать частью криптомира. Начинающим свой путь новичкам или уже профессиональным трейдерам, в том числе, следует обратить внимание на криптобиржу Currency.com. Currency.com это первая на территории СНГ регулируемая криптобиржа, которая работает в соответствии с белорусским законодательством. Раз в год эта торговая платформа проходит проверку одной из компаний большой четверки. Да, те, кто не в курсе, это крупнейшие в мире аудиторы. Поэтому в порядочности и безопасности сомневаться не приходится. Currency.com имеет прямой счет в сбербанке, что позволяет пользователям максимально быстро и недорого пополнять средствами аккаунт, а также очень выгодно покупать и продавать криптовалюту за фиат. Функционал платформы максимально прост и интуитивно понятен с первой секунды нахождения на сайте даже далекого от криптотрейдинга человека. Специально для новичков доступен демо-аккаунт, который полностью копирует интерфейс и все инструменты реального аккаунта. Это поможет потренироваться в торговле и полностью освоиться в новом пространстве перед выходом на настоящий рынок. Там есть и биткоин, и эфириум, и лайткоин, и еще больше двух тысяч токенизированных активов, в том числе токенизированные акции Тесла, Амазон, Эпл и многих других. А сейчас самое главное, вы можете получить 50 баксов токенизированных долларов, абсолютно на халеву, в том случае, если вы перейдете по ссылке в описании, пополните на 20 долларов свой баланс на curated.com, и, пожалуйста, вы получили свой бонус. Важно, вы должны верифицировать аккаунт и совершить как минимум одну левереж-операцию. Итак, первый инструмент — это тот инструмент, который позволит нам, в принципе, впервые получить крипту в своей жизни. Бессонно вы можете получить ее от друга, например, дав ему денег и получив взамен биткоин или любую другую крипту. Вы можете заморочиться и попытаться это сделать каким-нибудь еще странным способом. Но один из самых простых способов в России прямо сейчас — это, во-первых, BiasChange, во-вторых, это Binance. Одно — это криптобиржа, на которой, помимо того, что вы можете теперь завалить с банковской карты непосредственно туда деньги и сразу же там внутри админки разменивать, Другое же — это непосредственно сервис, с помощью которого вы сможете выбрать угодный вам курс и спокойно себе разменяться. BiasChange — это такая штука, которая работает как будто бы чуть-чуть illegal. And all? Illegal. Незаконный. Ну, во многом вы это заметите потому, откуда вам приходят деньги в тот момент, когда вы размениваете биткоины. То есть это будут переводы самых разных банковских карт, явно с дропов. Соответственно, BiasChange в этом плане тоже прикольный. Это тот сервис, при котором у вас есть шанс, зайдя на абсолютно рандомный обменник, не особо-то палиться в плане своих имени, фамилии, отчества и прочих данных. Binance тоже в этом плане очень хорош. Итого это те два инструмента, один и два, которые вам позволят впервые в жизни получить крипто. Бессловно, есть еще способы. Но я советую вам эти два. К слову, я являюсь официальным амбассадором Binance, не просто так я его пиарю, а это при этом топ-1 биржа в мире прямо сейчас по объему торгов и по числу операций. Поэтому, в случае чего, мою ревку, как всегда, оставлю в описании, потому что они появляются практически в каждом моем видео. А вот здесь будет еще и мое интервью с главой Binance по России. Ну, вот так вот выглядит BiasChange. Как видите, здесь просто торговые пары, с помощью которых вы можете выбрать то, что вам нужно. Вы можете разменивать фиат и любые другие криптовалюты. Когда-то данным-давно BiasChange у меня тоже заказывали рекламу, но, напомню, это видео в целом не рекламное. В случае с Binance все довольно просто. Мы тыкаем на кнопку «ввод фиати» и сразу же после этого оказываемся на странице, где мы можем выбрать именно банковскую карту Visa, MasterCard, спокойно заводить деньги и радоваться жизни. Это реально очень удобный инструмент. Но в момент, как только вы приобрели первую криптовалюту, вам важно знать вот что. И тут мы переходим к третьему очень важному инструменту. Этот инструмент позволит вам хранить деньги. Спрашивается, а почему бы не хранить их непосредственно вот на Binance? На BiasChange вы их хранить в принципе не сможете, потому что вам нужно иметь какой-то свой кошелек для того, чтобы с BiasChange же деньги к вам пришли. И тут на помощь приходит третий инструмент. Сначала я посоветую его, а потом еще один инструмент для хранения. Прямо сейчас вы видите перед собой Exodus. Почему мне нравится этот самый третий наш инструмент именно Exodus? Это легкий кошелек, который не требует часами вот этой синхронизации с блокчейном, но при этом он еще и мультивалютный. То есть там можно хранить очень много самых разных валюток, которые есть в топе CoinMarketCap. То есть скорее всего у вас именно эти валюты и будут. То есть и биткоины, и эфириум, и троны, и куча всего другого. И самое главное, что тут есть, это доступ к приватным ключам. Почему это важно? Потому что, например, в случае с биржами по типу Binance, Currency.com, который был в этом видео в качестве рекламодателя и многих других, Binance, простите, вы не получите доступ к приватникам. Здесь же вы можете в любой момент, зная вот этот вот приватный ключ, восстановиться. Еще здесь есть фраза из, если не ошибаюсь, 11 слов, которые позволят вам восстановиться. Довольно удобно. Он будет невероятно полезен, в первую очередь, тем людям, которые любят хорошую изобилизию и не сильно хотят в чем-то разбираться. Потому что здесь есть кнопки Send и Receive, и в принципе, это все, что вам нужно. Больше ничего особо вы знать не должны. Еще, возможно, вам стоит знать, как получить свои приватники. Самому бы вспомнить, как это делать. Чтобы получить приватники, просто наводите сюда и жмете View в Private Case. Можете их себе сохранить, и тем самым вы себя убережете. Впрочем, если ваше устройство взломают и увидят там приватники, то вы потеряли доступ к аккаунту, что логично. Если Exodus, это вещь, в которой, по идее, можно только что-то хранить, ну, там еще есть ранний шейпшифт, который позволяет менять денежки по не особо выгодному курсу, но четвертый инструмент вам понравится больше, потому что он, скажем так, для продвинутых юзеров. И он чуть сложнее. Метамаск, это, как правило, просто приложуха в Google Хроме, и она позволяет тоже хранить криптовалюты, иметь доступ к приватным ключам, и, помимо этого, подрубаться к самым разным сервисам, с помощью которых вы можете оперировать своими средствами на самых разных платформах. Чтобы начать работу, вам нужно, в первую очередь, понять, какая у ваших валют сеть. То есть это может быть Ethereum, это может быть Binance Smart Chain, это может быть Matic, самые разные, и плюс некоторые криптовалюты способны работать в нескольких сетях. И, например, тот же Binance Smart Chain мне приходилось добавлять по пользовательскому RPC. Для этого нужно обязательно зайти непосредственно на сайт, который принадлежит Binance, там, по-моему, .org их академия, и там вам дают данные, которые позволяют вам создать нужную сеть, в данном случае Smart Chain. После того, как вы добавили сеть, то после этого вы сможете пользоваться сюда добавлением разных валюток и их использованием. В чем прикол этого сервиса, потому что вот у вас могут появляться такие вот уведомления, разрешить ли этому сайту переключить сеть, вы ее переключаете, подтверждаете, и после этого вы оказываетесь в каком-то сервисе, который позволяет туда, например, класть свои денежки и получать за это какие-то бенефиты взамен, либо вы можете так покупать NFT и много чего другого еще интересного делать. То есть вот тут в данном случае мы подрубились к Pancake'у, и видим здесь, что у нас что-то происходит, то есть мы занимаемся Yield Funding'ом. Но помимо этого мы можем взять, переключиться с Binance Smart Chain'а на блокчейн Ethereum'а, и, как видите, MetaMask позволяет тыкать ConnectWallet и оказывается залогенем в какой-то прикольный сервис. То есть, согласитесь, это будет гораздо интереснее, чем просто Exodus, в котором можно просто что-то хранить. Так вы можете создавать какую-то движуху блокчейн-средей в криптоиндустрии. Прикольно. Подписываем, соглашаемся. И вот мы здесь видим наш аккаунт. Вот, меня здесь кто-то фоловит, все дела. Как вы видите, здесь я купил работу Чилика в свое время за 0.4 Ethereum. Кроме того, аккаунтов у вас может быть довольно много, поэтому в теории вы можете переключаться на них и перемещаться с одного на другой. Ну вот, я наконец-то нашел здесь аккаунт Паметая, в котором мы выкладывали, например, граффити биткоин в Москве. Все это можно делать только в том случае, если у вас есть MetaMask. Если же у вас его нет, то вы не сможете набирать себе фолловеров на фондейшене и продавать всякие штуки там. И последний, пятый инструмент, про который я хочу вам рассказать, это практически совет гуглить, но нет. Это называется D-Y-O-R. Типа Dior. Do your own research. Это такой мем в зарубежной инфосреде. И это инструмент, который сильнее всего вам пригодится. Потому что вам нужно про то, что вы покупаете, халдите и то, чем вы занимаетесь, знать очень много всего. И даже если вам какой-то человек говорит о том, что, да блин, просто дайте деньги, не, я все делаю из-за тебя. Особенно если вы живете в России или если вы вообще не разбираетесь с теми, сначала нужно разобраться самому. Потому что, как правило, сейчас криптовалюты, это среда новая. И там очень много людей, которые думают, что разбираются и советуют вам очень странные, глупые вещи, потому что они только думают, что разбираются. Еще там есть много мошенников, потому что это дикий запад, в котором прямо сейчас происходит черт пойми что, и все это никак не рулировано, и вы можете понять. Поэтому нужно разбираться. Что вам в этом может помочь? Безусловно, в первую очередь вам нужен CoinMarketCap. CoinMarketCap – это один из самых, пожалуй, полезных инструментов. Здесь видны все валюты, вы можете разбираться в том, какие у них прямо сейчас курсы, наблюдать за всеми показателями. И самое главное, положим, нашли вы какую-то новую для себя криптовалюту, о которой ничего не знаете, например, биткоин. И здесь вы, во-первых, можете прочитать, что об этой криптовалюте написано на самом CoinMarketCap. И да, если это что-то в топе 100, то там будет много полезной инфы. Если же ниже, то иногда буквально пару строчек. А самое главное, здесь есть ссылки на их социальные сети. Здесь вы можете найти их официальный сайт, вы можете посмотреть эксплореры, в которых можно открыть эту валюту, вы можете зайти на bitcoin.log или Reddit. Давайте же попробуем провести анализ какой-нибудь валютки. Бессловно, для этого нужно еще и дополнительно гуглить и стараться найти еще больше инфы на других площадках. Но чаще всего CoinMarketCap является отправной точкой. Итак, я тыкнул, честно, абсолютно рандомно. У меня вот этой валюты нет в портфеле. Она находится на 72-й позиции. И мы видим, что она стартовала совсем недавно. То есть она существует меньше года. И прямо сейчас она стабильно держится на неплохом уровне поддержки довольно высоко по отношению к своему старту. Выглядит замечательно. Кроме того, здесь мы увидим их сайтик, который мы можем глянуть на примет того, не выглядит ли он как что-то сделанное на коленке. Пожалуй, не выглядит. Мы можем видеть, что у них есть свой топик на Reddit. Откроем. И мы можем видеть, что у них есть Twitter, ну а также medium.com. Там у них наверняка очень много статей, объясняющих, что представляет их проект. И здесь мы можем узнать, что TataFuel — это фактически газовый токен. Ну вот совсем как Binance использует, собственно говоря, BNB для того, чтобы сжигать BNB и чтобы отправился BNB, то здесь создатели решили по-другому и решили завести отдельный газовый токен, который, видимо, собственно, и будет использоваться для того, чтобы была налажена работа обеспечения всех транзакций и каким-то вознаграждениям. 25 тысяч членов на Reddit и 208 тысяч в Twitter. Очень солидные циферки. Итого, я только что познакомился с децентрализованным будущим видеохостингом, насколько я понял. Мне, как блогеру, должно понравиться. Стоит, пожалуй, изучить. И да, они постоянно коллабятся со всеми подряд, в том числе с NFT-шными проектами. Выглядит интересно и прикольно. Чтобы узнать что-то подробнее, мне пришлось смотреть каждый их твит, гуглить их названия и искать последние упоминания, используя в гугле инструменты поиска, чтобы посмотреть упоминания за последние 7 дней, чтобы узнать, что конкретно происходило. Затем я бы, скорее всего, зашел в какие-нибудь чатики в Телеграме и вбил там название Тета и посмотрел бы, что люди пишут за последнюю неделю. То есть, например, в чатике Binance, в чатике Promethea. Скорее всего, я бы 80% информации не поверил, и потом шел бы каждый раз проверять в гугле, опять же, ни херню ли пишут. Но идею вы поняли. Диор — это такая сложная и кропотливая работа, когда вы сидите час или два за компом и без установки проверяете какую-то монету. Норм она или нет. Собственно, это были все инструменты. Подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на currency.com, становитесь моим рефералом. Все ссылки в описании. С вами был Соколовский, и всем пока!